Насосала, насосала чемодан денег в России и с ним смоталась в Аргентину. Всем привет, с вами Елена Вивас и это мой видеоблог о жизни, о туризме, об эмиграции, о путешествиях и обо всем, что наполняет мою жизнь. Здесь в Аргентине, ранее 10 лет я снимала свои видео о жизни в Испании, но почему-то именно с переездом в Аргентину вот этот вот комментарий стал встречаться все чаще и чаще. Не знаю почему, частично понимаю, потому что очень многие считают, что Аргентина это не та страна, куда можно приехать и начать зарабатывать деньги. Что Аргентина это та страна, куда только можно приехать с уже заработанным чемоданом денег и здесь их тратить. Отчасти эти люди правы, поскольку я уже говорила о том, неоднократно, с самого своего первого видео об эмиграции в Аргентину, о том, что Аргентина это не та страна, куда нужно приехать. И вот вы куда приедете, устроитесь на какую-нибудь фабрику, на завод шить мешки или там клеить коробки и все, жизнь удалась. Нет, Аргентина не об этом, Аргентина немножко о другом. Аргентина это страна для тех, кто умеет зарабатывать, кто умеет сам создавать рабочие места. Аргентина это страна для хороших специалистов в своем деле и так далее. Тема, на которую можно говорить бесконечно, и кстати я планирую, уже есть у меня некоторые договоренности, снимать видео с людьми, которые вот переехали в Аргентину и начали здесь уже строить свой бизнес. У кого это неплохо получается, чтобы немножко вас подзаряжать позитивной энергией о том, что можно в Аргентину приехать не с чемоданом денег. Что Аргентина это та страна, где, да, один из самых классных моментов это работать на удаленке и жить в Аргентине. Это тоже верно, но не только так. Если немножко пошевелить своими мозгами, то можно в Аргентине создавать свои бизнесы и прекрасно здесь жить. Потому что Аргентина это страна возможностей. Она такой была 100 лет назад, 150 лет назад. Такое настаётся и сегодня, но только для тех, кто к этому стремится. Сегодняшнее видео будет коротким и здесь я расскажу, как проходит моя обычная неделя в Аргентине. Как я здесь насасываю. Единственное, последние две недели у нас были не совсем обычные. У нас стояла рекордная жара, такой жары Аргентина не помнит последние 100 лет. А как говорят местные аргентинцы, Аргентина решила меня испытать на прочность. Но испытывать меня на прочность не надо. Я первые 40 с небольшим лет своей жизнью прожила в Краснодаре. И в июле, в августе температура 40-45 градусов для Краснодара. Это нормальная температура. Единственное, что здесь была повышенная влажность при вот этой температуре под 40. И когда выходишь из машины, выходишь из дома, из офиса. Короче, на улицу, когда выходишь, как будто как в духовку заходишь. Но ничего, пережили это, переживем и другие испытания. Итак, из чего же строится моя рабочая неделя? Ну, поскольку у меня несколько дипломов, и я всю жизнь учусь. У меня есть дипломы из России, у меня есть дипломы из Испании, где я также училась в институтах. И это мне помогает строить мою трудовую жизнь в любой стране, где бы я ни находилась. Первый мой основной заработок в Испании я закончила институт нутрициологии и диетологии. И у меня есть два диплома. Первый диплом – это мастер диетологии и нутрициологии, соответственно. И второй мой диплом там же полученный – это коуч по здоровому питанию. И это моя основная работа. Я онлайн, здесь я онлайн провожу консультации по здоровому питанию, разрабатываю диеты. И самое главное, я беру на двухмесячный коучинг. Потому что одно дело знать, что есть, а другое дело, чтобы тебе в этом кто-то помогал ежедневно, поддерживал и так далее. И это, в принципе, забирает достаточно у меня времени. Потому что консультации у меня где-то в среднем по полтора часа длятся, когда я с кем-то начинаю или заканчиваю и так далее. И плюс с кем я работаю, у нас еще 2-3 консультации промежуточных. Плюс ежедневно я отслеживаю пищевые дневники и при необходимости вношу поправки. Это вот моя обычная работа, чем я занимаюсь в основном по ночам и в выходные дни. Поскольку еще одна моя основная работа – это туризм. Это то, что меня тоже увлекает, завлекает. Тут я, кстати, напомню, что я работаю только в тех темах, которые мне очень нравятся. Я в Испании 10 лет работала гидом. У меня были свои интересные авторские туры по северу Испании. И сюда, приехав в Аргентину, естественно, я тоже занимаюсь туризмом. Хотя изначально не особо планировала. Изначально у меня были другие планы. Но туризм – это та тема, которая, если вы один раз в нее погрузитесь, и если это ваша, она вас не отпустит уже никогда. А вот то же самое произошло и со мной. Поэтому, немножко осмотревшись и продолжая работать с своей обычной тематикой нутрициологии, после того, как меня мои бывшие туристы по Испании попросили провести экскурсии по Буэнос-Айресу и окрестностям, я опять вернулась в эту тему, опять в нее погрузилась. И в среднем где-то от 3 до 5 дней у меня уходят на то, что я провожу или короткие экскурсии, да, у меня есть 4-часовые экскурсии, или экскурсии на целый день по Буэнос-Айресу и его окрестностям. И также иногда выезжаю в другие регионы Аргентины. Для того, чтобы иметь клиентов, и для нутрициологии, и для туризма, мне, естественно, нужна реклама. Реклама на сегодняшний день – это прежде всего социальные сети, поэтому ежедневно я работаю со своими социальными сетями. Это Инстаграм, это Фейсбук. И вот с переездом в Аргентину я снова втянулась в Ютуб, который я вела, когда еще жила в Испании. Какое-то время я его подзабросила, и сейчас опять вернулась. Меня это затянуло. Мне это очень нравится. Прежде всего, мне нравится самой пересматривать свои ролики, свои первые впечатления об Аргентине, о жизни в Буэнос-Айресе. И просматривать, как у меня у самой меняется впечатление об этой стране. Это тоже очень все интересно. И сейчас у меня в неделю в среднем выходит 2-3 ролика на моем Ютуб-канале. Помимо этого, если кто не в курсе, то внизу канала, вон там, всегда есть еще шортсы. Шортсы я стараюсь снимать каждый день. Что-то интересное увидела. Это, в принципе, как сторисы в Инстаграме и на Фейсбуке. И их у меня там уже достаточно много. Если кто не в курсе, заходите, смотрите и мои шортсы. Ютуб отнимает достаточно большое количество времени, потому что для того, чтобы записать вот такой вот ролик-болталку, я уже об этом неоднократно говорила, это одно дело. И это там может час-два у меня на это уйти. Намного больше времени я трачу на то, чтобы снять прогулки по городу, снять свои там экскурсии и так далее. Тут у меня уже в среднем уходит 3 дня на такой ролик. 2 дня для того, чтобы записать видео. Понятно, что это не целый день. То есть я пошла, погуляла 3-4 часа, устала, пожарела, надоела чем-то, еще надо заниматься. Следующий день пошла, еще 3-4 часа подзаписала. И потом еще нужно несколько часов уходит на то, чтобы этот ролик смонтировать. Я же не просто там иду с камерой, ля-ля-ля, ля-ля-ля, сняла и залила. Я где-то тут подсняла, здесь подсняла, там подсняла. Все эти излишества удаляются, вырезаются. Максимально компактно стараюсь все смонтировать. И затем еще плюс сверху записываю голос. Некоторые говорят, что не стоит так делать, потому что большая разница идет между озвучкой, которую я делаю на открытом воздухе, и озвучкой, которую я произвожу дома. Да, у меня нет специальной профессиональной записывающей студии, я к этому не стремлюсь. Но зато, когда я делаю озвучку сверху, я даю намного больше информации, потому что я готовлю тексты и стараюсь их максимально быстро проговорить. И причем озвучка на несколько раз записывается. Где-то что-то сбилось, не так, удалила, следующее, следующее, следующее. И надеюсь, что вот эти вот видео с прогулками, видео о путешествиях, они более информативные за этот счет получаются, хотя звук немножко пляшет. Но здесь уже нет до перфекционизма. Кроме того, последний месяц я еще втянулась в вопрос риэлто. Меня, я уже говорила, пригласила риэлторовская компания на работу. В принципе, их несколько меня приглашало. Вот с кем на сегодняшний день я осталась и работаю с этой компанией. Это тоже занимает достаточно и времени, ну и, естественно, дает свою экономическую отдачу. То есть просмотр квартир, общение с клиентами и так далее, тому подобное. Поскольку я 10 лет прожила в Испании, путешествуя ежедневно, и там накатала сотни-сотни тысяч километров, да, я как-то засекала в среднем от 8 до 12 тысяч километров у меня в месяц выходила в Испании за 10 лет. Ну, там посчитайте, сколько я там накатала. Поэтому я продолжаю заниматься. В среднем у меня 1-2 заявки в неделю. Я отрабатываю, прописываю туры для самостоятельных путешествий по Испании. Я полностью маршрут расписываю, что можно увидеть, где и что поесть. Это самые любимые вопросы. Это тоже и занимает время. И это тоже то, что мне приносит деньги. Это уже, правда, небольшие деньги, но все-таки поддерживает меня в тонусе. Не забывать мою любимую Испанию. Вот, для того, чтобы это все функционировало, естественно, что мне приходится много читать. Я также сама хожу на экскурсии. Да, вот недавно, например, у меня вышло видео о самом старом монастыре Буэнос-Айреса, который не очень многие посмотрели. Но мне самой было интересно снять это видео, поскольку в этом монастыре, чтобы во все его самые тайные уголки зайти, он открывается всего один раз в месяц. И на такие экскурсии вот я тоже хожу. Их, прежде всего, нужно найти, что это за экскурсии, да, найти о них информацию, записаться, постараться, чтобы это еще совпало с твоим свободным днем, сделать видео, подчитать информацию, рассказать и так далее. Это тоже занимает достаточно много времени, но вот это дает уникальный материал. Ну, как я уже говорила, уникальный материал никто не смотрит. Но зато это вот главное для меня и в последующем для моих туристов. То есть на экскурсии я тоже хожу и хожу регулярно. Это меня и в тонусе держит, и дополнительные материалы, маршруты и так далее. Дает много интересности, потому что Буэнос-Айрес – это настолько интересный в туристическом и в культурном плане город, что здесь изучать и познавать его можно бесконечно, так же, как и саму Аргентину. Аргентина, я тоже говорила, что это страна, целой жизни не хватит, чтобы ее все изучить. И вот на этой неделе я уже загрузила последний ролик с моего путешествия по северу Аргентины. Это та часть, которую меньше всего знают, потому что, когда приезжают туристы в Аргентину, куда они прежде всего едут? Или в Патагонию, или на водопады Игуасу. Все о том, что существуют абсолютно другие планеты, другие миры, которые расположены на севере Аргентины, мало кто знает. И поэтому вот засняла там несколько роликов во время своего путешествия. В более ранних плейлистах можно посмотреть. И один долго у меня по провинции Хухуй телепался, который я наконец-то смонтировала на этой неделе и загрузила. И так как я вообще человек творческий, то помимо вот этих уже проектов, которые у меня существуют и работают, я постоянно что-то там новое придумываю. И вот сейчас мы с моим сыном, который тоже живет уже, сколько, у него уже 9 лет иммиграции, да, у меня 12, у него 9 лет иммиграции, мы сейчас создаем новый проект, который называется, такой консалдинговый проект, который будет называться, скорее всего, мы ему оставим имя «Волшебный пендаль», чтобы было понятно, о чем это. Это, в принципе, то, чем мы с ним давно занимаемся, но в основном с нашими друзьями, знакомыми, родственниками и так далее. Это будет проект о том, как построить свой бизнес, как быть успешным в своем бизнесе, как уметь наслаждаться этой жизнью. В принципе, то, как мы живем с ним, как он живет, как я живу, как мы работаем, строим свои бизнесы, как эмигрируем и так далее. Потому что доходит до удивительного, да, вот звонит друг, который сумел построить в России успешный бизнес, был достаточно известным человеком, было много людей в наемном труде у него, и тут он переезжает в эмиграцию, и все, жизнь остановилась. Человек не знает, чем заняться, куда бежать, как начать свое дело и так далее, за что браться, с чего начинать. Это очень частая проблема. Тоже вот недавно общалась с одной парой, здесь приехали в Аргентину, в России были вполне успешными людьми, а тут один из партнеров плачет по ночам, потому что боится умереть с голоду. Ну как, ну вы же в России не умерли с голоду, вы же смогли работать. Значит, здесь получится просто нужно немножко расслабиться, включить мозги и начать свой новый путь. А как его начать? Вот об этом и будет наш новый проект, проект с консультациями прежде всего. Но он будет не только про эмиграцию. Этот проект, это та же часть моего проекта по, я занимаюсь коучингом по здоровому питанию, это вообще коучинг будет в том числе и по здоровому образу жизни, то, чем я в принципе всю жизнь занимаюсь, и так далее. Вообще коучинг, жизненный коучинг. Когда я проходила вот этот самый страшный период в моей жизни, лечения онкологии, мне частенько писали люди, девушки, мужчины, кто тоже столкнулся с этим. Не все могут это морально и психологически перенести, поэтому практически я каждый день в тот период с кем-то общалась, чтобы поддержать, чтобы подсказать, подбодрить и так далее. То есть, ну, такая у меня миссия, да, по жизни, помогать людям подбодривать, одевать розовые очки, сажать сверху на единорога и запускать его по розовой радуге. Но это так, если утрированно говорить. А если говорить серьезно, то, наверное, просто пришла пора делиться своим жизненным опытом, делиться всеми своими наработанными за мою жизнь навыками и так далее. Ну, я уже сказала, что этот проект сейчас еще в разработке, поэтому совсем так красиво сформулировать не могу, но, надеюсь, вы догадались, о чем я. И чем еще наполнена моя неделя? Ну, помимо труда, конечно, это еще и личная жизнь, встреча с друзьями, занятия спортом. Два раза в неделю я встаю в 6 утра и иду проходить своим аргентинским другом наши 15 километров. Такой бодрячок и мыслями поделиться, и аргентинским попрактиковаться, зарядить свои батарейки. Прежде всего, для меня, конечно, это подзарядка моих батареек. Ну, и, конечно же, мое любимое занятие – это походы по барам, походы по ресторанам, потому что любые мои туристические проекты, они всегда у меня сопутствуют и с гастрономическими темами. Поэтому это неотъемлемая часть как моей повседневной жизни, так и моей работы. И, наверное, все. Хотя, конечно, я лукавлю. Есть еще много других обязанностей, которые я выполняю в этой жизни. Короче, вот так вот я и сосу. День за днем, день за днем. Чтобы жить так, как я привыкла, так, как мне нравится, и чтобы вот всегда быть на позитиве и делиться им с вами. Короче, на этом у меня сегодня все. Всем пока-пока. С вами была ваша Елена Вивас. Не забывайте поставить лайк, вот там вот подписаться, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео, которые я записываю специально для вас. Субтитры создавал DimaTorzok,